никакой ученый не может предсказать пусть он какие бы исследования какие-то гипотезы не делал он не сможет предсказать как все будет сложиться через неделю через дверь все аллах меня зовут эльвер измайлов я обычный гитарист можно сказать даже гитарист не обзывает иногда но это у нас музыкальные шутки такие я в музыке вообще случайный человек 44 год депортация я там родился фергане отец у меня мама они были в рабочей семьи у меня дядя нурик братишки отец он как-то привез гитару ленинградская такая по 750 тогда рублей стоила колбаса тогда три рубля за три палки можно колбасы было купить гитару да вот где хорошо где плохо да и не пойми и он начал играть я посмотрел так влюбился в этот инструмент а инструмент такой был знаешь вот струны вот от грифа вот на таком расстоянии были на контрабасе даже не было так высоко а он играл как будто под фонограмм играл так он любительский там а у нас штангист был и же пальцы крепкие спокойно вот я увидел у него и как бы на этой гитаре начал заниматься для себя вот таким образом я влюбился с первого взгляда как говорят вообще название гитары это называется она гитар правильно гитар почему потому что есть хитар дута гитар это все народный инструмент на самом деле а кому он принадлежит вопрос очень спорно он произошел может быть от прототипа такого-то инструмента оттуда например или может быть произошел от другого какого-то инструмента понимать стал вот музыкантом потихонечку шаг за шагом по улицам по барам потом по свадьбам как говорят мы выгод по нотам или на слух играть по свадьбам они мне не мешали они одобряли потому что поддержать помогать они не могли потому что они музыканты не могли нет что-то дать понимаешь хотя у них слух был такой не тогда молодости мы не любили особенно словно на свадьбы ходить честно говоря я слушал свадьбе но мне как-то не нравилось мы молодежь всегда что нам по телевизору показывали любили это смотреть гитары где там понимаете а вот там музыка еще не доходило до нас до меня лично если бы я был бы в семье музыкантов я конечно уже бы как-то давно бы уже к этому пристрастился но от воли судьбы так получилось что я больше воспитывался на такой эстрадной музыки на западный можно сказать мало потому что информации не было в то время карл санта 1 который я услышал потом дипер пол потом чё там еще джон маклафлин алди милла ну это все известны все знаете мы на них в общем-то не сказать что учились мы старались как-то взять у них то что нам нравилось а для того чтобы взять что у них то что понравилось надо обязательно было их снимать стараться во всяком случае это получалось а где-то нет но все равно это был багаж если говорить о концертах это был 77 год он сам или потом в это же время свадьбы начались меня пригласили на свадьбу свадебный коллектив там играть на гитаре сперва на бас-гитаре потом на гитаре сделали свою команду но потом я поступил скажем мягко говоря некрасиво сезон отыграли я два сезона я ушел в другую команду но конечно ребята на меня не в обиде они меня поняли потому что я играл тогда с алимом османовым базир гафаров вот такие они были в топе с таким музыкант там долго я тоже не продержался потом что-то объявили сухой закон эти свадьбы там все накрылись в основном же доход был от свадьб такое было чего скрывать у нас даже есть такой до сих пор дай бог ему здоровья сервер муртазаев чемпион советского союза по штанге у мастер международного класса но он почему остался мастером международного класса пришел он должен был получить заслуженного когда вылетит за границы выступить но его не пускали вот но это никого я не виню это система такая но в основном у меня сама карьера большинстве своем началась девяносто первым девяностом даже в таллине у меня было выступили я еще в джанкове жил вот там я у меня открылись дороги в европу если фергане было они были были закрыты мне ближе было чем лететь суббекистан но сложности были конечно были конечно мы финансовые были сложности это же сопротивление такое было не хотели брать нас уже пропаганда до этого очень хорошо работала у нас там как только не крестили страшными такими представляли но было дело но это как бы все в итоге пришлось налаживать конце концов мы уже пришли к тому моменту когда уже было все хорошо в отношениях уже поняли что мы нормальные люди знаете я не тщеславный человек но я знал что для меня главное было чтобы я сам хорошо и ну трудно сказать где мне было я не доволен собой где был доволен собой и эти моменты не помню я знаю что публика была однозначно доволен было во франции когда я здоровался со всеми бонжур течение всего концерт забыл слово благодарю мир сипа не ну представляете как там они смеялись ну это было весело все это у меня там друг юрий апанасенко он тогда мой поклонник а потом мы с ним подружились у него была своя компания по рекламная и он говорит давай как у меня три свободный есть билборд давай твою фотографию сделаем повесим туда может концерты будут к этому давай ну сделал это повесил а там провисело до момента когда начали выборы после кучмы с ющенко и тогда убрали эти билборды он вынужден был там рекламные эти дела все там политика все пошло поехали но и билборды и стояли еще и в городе тоже на вокзале там были вот они поменьше были конечно но это мелочи приятно но мелочь знаете есть такая поговорка нет пророк в своем отечестве она работает везде и в любых странах все зависит от того кто заинтересовал продвижение музыканта если не заинтересован музыкант сложно будет выходить но трудно мне сказать в каком состоянии каком находится в таком она и есть тут и чтобы понять в каком состоянии наша музыка находится должен быть специалист музыковед я как бы не музыковед я служу по тому что я сам слышу и все а вот чтобы это все видеть всю разницу вот эту ну у меня просто нету времени есть ребята очень мне нравится то что они могут играть и западную музыку могут играть и восточную музыку могут играть и балканскую музыку в отличие от тех кто лично все время акцент делает на запад играют запад но это хорошо конечно но надо же быть музыка такая такой океан нельзя плыть просто так ровно надо хоть где-то на острова какие-то заплывать скажем это есть везде и в европейской классике тоже вставляют ну что ты этому скажешь нравится человеку он делает там же ничего такого запрещенного нет это не криминал я скажу так ну человеку нравится пусть сделать он видит ее так и каким-то образом он даже и пропагандирует эту классическую музыку все гордо логат это там допустим какая-то тема такая интересная даст такого правительства и люди интересоваться идут в оригинал смотрят то же самое происходит думаю что с народной музыки если как бы они люди которые любят такую техномузыку там или скажем такие рэпы там они думают блин что-то такого восточного там это это вот та вещь народная оттуда взят человек туда ныряет и слушает вот он так и знакомится с музыкой тоже своего рода неплохо на самом деле весь мир так и занимается посмотрите сколько бы примеров там бразильская вот это вот как это да 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 помните скандал был они взяли чужую музыку и стали знаменитого был композитор другу но это это везде так поэтому тут выделяться там особо и не стоит потому что сейчас интернет настолько развит что вот уже допустим в любую в болгарскую раньше болгарии играли только болгарскому я заедешь там я же боржанский шалаху хочу хочет играть и татарские мелодии играть понимаете то есть чё нравится в каждом народе своя красивая музыка почему бы ее не использовать но другое дело когда ты ее выдаешь за свою да но это некрасиво или ты хотя бы должен сказать это вот музыка такая-то болгарская хотя может быть мы слушаем думаем что это болгарская это может быть македонская понимаешь настолько все сплетено вот поэтому то народная музыка которая у нас сохранилась еще с древних и уже никак не подделаешь понимаете классика это называется свадьба это одно а фольклор музыкальное другое это классика те свадьбы что касается музыкантов они были честными потому что там не было ни фонограмм не этих минусовок ты все играли в живую и вот этого кажется мне сейчас не хватает все так сильно смазливой все так сильно гладко так все звучит но большинстве я не говорю про все группы есть группы которые могут и без этого играть но народу это уже не надо почему потому что народ любит черву попсу какой-нибудь большинстве своем заказывать такие вещи которые в общем то просто из-за этих вещей даже не может слышать свои народные мотивы все особенно все обра все чужое все чужие вот в этом плане конечно у нас фольклор забывается но наше поколение конечно она ценит ту музыку это тоже нравится но душа у нас лежит там в той музыке моё по-настоящему сейчас ощущает сейчас но электроника да это красиво все классно но все-таки в живой атмосфере когда вот даже обычной комнате послушать живую музыку вот этот скрежет струн там где-то даже фальши там где-то это это уже как-то более приятно чем слушать вот такую музыку который тебе не нравится она чисто все звучит прям не докопаешься но она тебя не зажигает мне больше всего не нравится конечно на свадьбах сильно сильно громкая музыка очень громко хорошо но громко поэтому когда на свадьбу приходишь ну реально хочется с человеком не за столом поговорить а выйти на улицу и поговорить но это как бы тоже не по не получается как бы так часто и это требует времени идти за это время свадьбы ни с кем поговорить не успел пообщаться потому что свадьба когда с разных концов приезжают люди друг друга хотят видеть а тут музыка его так молча там все шарап марап подымают пьют и ну и никакого разговора аккордом-кордом все до свидания селям айты селям айты все а чё там было о чем поговорили иронически почему потому что что других у нас красивых мелодий нет человек не хочет думать он он смотрит на рейтинг понимаете вот он смотрит где много просмотров ну я как бы образно человек всегда ориентируется на чужое мнение большинстве своей свое мнение ну если нравится ради чего она не убила никого ничего мы же говорим просто о том что культуру которая умирает это от этого не мы будем страдать уже наше поколение потомки уж у них ничего не осталось они будут таким к эсперанто разговаривать понимаете такой суржик ну как бы так ну это жизнь с этим ничего я самое главное чтобы люди были живы и здоровы никакой войны не голодами я сейчас все возможности сохранить нашу культуру для будущего есть интернет есть чипы там куда можно закачать все что у нас есть где слышали все это сейчас нечего делать собрать в одну кучу и как бы распространять людей обучать это потому что все вот эта электроника она рано или поздно умрет а вот живое так как знаете вот дерево сорвать яблоко покушать его свежим натуральным конечно несомненно но для этого нужна раскрутка вот в идеале было бы раскрутка допустим если какую-то знаменитую тему тогда бы сыграл бы дизи гелеспи арабалар допустим на трубе да вот и отвечая она бы была сейчас в топе потому что настолько там обороты там там джаз звучит который гелеспи играет но по-другому совершенно наизнанку как это сделать аллах знает красивые костюмы фейерверки хорошая видеозаставка на на бэксайде знаете так клипы сумасшедшие там такие ну музыка так она уже знаете вот на мой взгляд она принципе идет так она должна идти под эти космические там какие-то сюжеты видео там накладываются музыкальные сюжеты тоже космическими звуками там но это все электроник оно хорошо зрелищно для молодежи может да конечно стоп на сто процентов молодежь эти любят нам это уже непонятно будет продолжаться у другого поколения другие вкусы появятся а это уже молодежь который мы не понимаем их уже дети не будет но в рэпе много политики знаете а потом ну там рэп это же не музыка это знаете как сказать поэзия на фоне музыки даже я бы сказал так поэзии на фоне ритма воспитание конечно нужно она ты не ловит не получается у нас видите такая вот есть особенность я заметил то что я у нас когда среди татар еще тогда в те времена далекие когда в круг садились пять человек татар разговаривать и среди нас находится человек который не понимает татарского языка все переходили на русский чтобы ему было понятно понимаете а в других народах я этого практически не замечал вот сам по себе может они не знали русского языка накопление эти все это дело времени она все временно конечно без каждой старается накопить что-то там каждый думаем конечно что посмотрите медицина очень дорогая человек если заболел он он автоматом банкрот становится ну может без посторонней помощи он уже не вылезет поэтому накоплениях там она может даже у тебя и накоплено но она тебе не поможет дай бог что поэтому тут самое главное чтобы люди были духовно так и физически здорово у меня десяток дисков есть мы это уже моя работа зайдите в википедию youtube что я там уже наследил так что мне уже как бы уже ну я это на этом не останавливаюсь потому что у меня есть тоже открытие нормальный так что будьте здоровы первая задача чтобы в нашем существование какой-то был благополучие безопасность здоровье экономика чтобы общая экономика работа ну а так если такое все это случается все в минус то конечно так и не долго в депрессию упасть но депрессию музыканты никогда не упадут потому что у них есть верный помощник в виде вот этой девушки деревянной с грифом поэтому мы с этой ситуации как бы она психологически очень помогает и отношения с людьми когда ты занимаешься что-то делаешь не замечали за собой кто-то упор на работы что-то делает а ему в голову в это время лезут какие-то мысли вот да я делаю это делаю зачем я делаю а почему я делаю вот она когда-нибудь кончится даже вот в таком плане или нет ну задумываешься даже просто каких-то бытовых проблемах надо радоваться утром встал солнышко твои родные рядом все никто не болеет ты себя чувствуешь прекрасно вот это самое главное нужно человеку а капитал это дело второстепенное капитала чем больше денег тем больше врагов но даже это шайтан бумага не поделаешь моя мечта моя мечта сейчас заключается в том что мои близкие родные друзья были живы и здоровы их дети семьи были благополучия вот такая мечта у меня есть но пока не у всех моих друзей все благополучие вот поэтому я назову мечтой живите никого не обижая